Доброго времени суток наши голодные друзья с вами снова два томата Иван и Артем за камерой у нас сегодня Станислав. А где Леонид спросите вы? Да. Замаринован. Замаринован под землей глубоко. Итак сегодня у нас выпуск с очень интересным гостем снова да сегодня нас не двое сегодня нас трое, а то и четверо, а то и пятеро, а то и пятеро с кем вы скоро все увидите и узнаете парни привет я еще и не один нас трое прямиком прямиком арбуз привезенный с южных краев специально для вас привет привет а где третий третий прекрасно третий это скажем так он тоже почти как человек для меня очень близок потому что мы чаще всего с ним всегда вдвоем тоже это может быть автомобиль все это из эпохи царствования еще до внешних времен для настроения для поднятия скажем такого аппетитного духа как говорится музыка кухня всегда вкуснее это я точно знаю дорогие друзья у нас сегодня в гостях сменный руководителя дуэта boys павел егоров всем привет итак павел тебе наверное интересно что за такой подкат был с блюдом блюдо будет очень интересно будет оригинально и я сразу скажу что я впервые его делаю это летний салат с жареным арбузом ничего себе впервые такое слышу вот для этого нам нужно взять спелый вкусный арбуз обязательно постукать его это по традиции до обязательно звук должен быть такой глухой у меня всегда я всегда задавался вопросом приходишь в магазин смотришь наблюдаешь картину такую допустим в обычный гипермаркета шан или ленты без разницы да то есть картину с арбузами и вот смотришь возле этой корзины человек 15 это все арбузы колотит скорее всего процентов 90 не понимаете так как волну погоди завещал похрустеть вряд ли этого кого-то получится ну если нету какой-то там физической подготовки сделать так чтобы он хрустнул по сути арбуз если он спелый он внутри уже вот такого сахарного вида он легчает он даже крупного размера он будет более менее легкий такой но когда ты по нему постучишь будет звук такой гулки конечно если он прям просто глухой звук то ну нет он он не стоит его и так ты спросишь зачем нам терка да очень интересно вопрос арбуз и терка как они совместны ты будешь сейчас новое и будешь сейчас натирать арбуз на самой мелкой терке армии служил да нет это шутки все на терке мы будем натирать цедру лимона понятно она нам пригодится в салат в общем давайте для меня если честно это все новое потому что скажем так в кухне я не силен но мне безумно интересно я хочу научиться и вот меня появился товарищ друг артем который меня в этом обязательно научат обязательно а ты меня наверное на этом конечно конечно рвать меха довольно таки это очень интересные процедуры что это что-то я думаю что мы вообще в тандеме очень хорошо с тобой совместим наше творчество обязательно к нам чуть позже подключиться иван а пока мы начнем с арбуза арбуз нам необходимо разрезать на несколько кусок вот какой красивый посмотреть я предлагаю нарезать арбуз прям на кусочки так пока я режу арбуз скажи мне друг и у тебя вообще творческие планы что-то может новое снимаете что-то придумали какой-нибудь микс либо не знаю может и снялся в том уже голливудском фильме да на самом деле мы занимаемся плотно творчеством то есть у нас есть какие-то новые композиции появляются новые миксы также мы большим удовольствием исполняем и наши уже прежние хиты те которые люди полюбили но а сейчас слову сказать на самом деле у нас ведется большая работа мы снимаем видеоклип с нашим другом стаса михайлов ой прошу прощения состава бойко он кстати здесь будет с нами вместе в команде вот мы снимаем видеоклип на очень хорошую зажигательную песню название пока говорить не буду пусть станет сюрпризом но клип будет вот такой я думаю артем понравится всем и тебе обязательно сушку тоже скину обязательно обязательно вот и конечно же то есть на перспективу в дальнейшем то есть мы стараемся делать то что чтобы это было интересно то есть мы работаем также с напарником денисом также я очень сильно сейчас провожу свои работы в сольном исполнении с аккордеоном с вокалом вот так что если что у вас праздники друзья звоните мне будет весело артем всегда на связи пока наши угли подходят своему финалу готовности пока они сидеют я хочу задать тебе один интересный вопрос а что-то современное ты можешь сыграть на вот этот инструмент да стоит сказать инструмент очень универсальный на нем и современная музыка хорошо слушается и музыка прошлых лет и военных лет то есть это инструмент тот который прямо на самом деле универсальный открыть очень хороший диджей но дело в том что это какое в новшество если сделать в принципе да есть электронные инструменты то там конечно многофункционные я все-таки сторонник именно акустического настоящего живого инструмент прекрасно давай вот я буквально сейчас сюда ехал на дачу к тебе в гости играл ну вообще эта песня играет на всех радиостанциях это очень популярная песня артур артур пирожков какое кулинарное имя зацепил ого сможешь такое исполнить кстати артем стоит сказать что она впервые поступила вот такая заявочка с этой композиции на самом деле но я попробую давай давай мелодия в принципе она такая скажем она такая несложная я уже танец придумал по ним стулька зачем на зажигательный а это в первую очередь и веселее и веселее оп добрый вечер и полегче пусть он будет бесконечно нам сегодня очень хорошо этот вечер не подвел я уже сюда пришел и тут она выходит на танцпол ну почему я просто не пошел домой зачем сказал я что сегодня просто зацепила меня заманила меня до порога давила алювине дала зацепила меня заблазнила меня до порога давила алювине дала а а а а а насколько помнил тоже также на слух то исполнил а артурчик как тебе такой поворот класс класс итак давай тогда сделаем таким образом пока у нас угли подготавливаются мы расскажем про другие ингредиенты другие ингредиенты этого салата это будет сыр ну или фету кстати есть композиция то есть иртаки тоже отлично давай я не шучу я не шучу я даже не помню если честно я не сыграю я помню может напоешь так а а а а а а а а А, пиво! Молодец! В общем, рукола есть? Рукола, рукола. Ну, на самом деле, надо сообразить, можно просто сразу придумать. Рукола, можно композицию написать. Эх, рукола! Эх, рукола! Куда ты катишься, да? Еще зеленый, да, арбуз. В общем, так, погнали. Рукола, фета, говорю, сиртаки. Ну, это, в принципе, тот же сыр фета для салатов. Лимон, цедра лимона. Я еще хочу добавить сюда вот такой красный перчик. Арбуз мы будем жарить, смешивать с маслом. Потом чуть-чуть подсолим. Наверное, сделаем прямо вот в этом сотейничке, да? Красивый сотейничек. Ну, начнем тогда. Я тебе попрошу, конечно, с удовольствием. Вот на этой мелкой терке сделать вот так. Смотри, учу. Так. Раз. Два. Вот, чтобы вот до белой. Главное, не зацепить белую вот эту штуку. Все понятно. То есть аккуратно. Да. У тебя должно получиться вот этот цедр. Пробую. Да, конечно. И по крупным планам, как это мне получится. О. Кстати, Ваня, слушай, а у тебя есть какие-то к нам вопросы? Твои дурацкие эти. Из интернета. Да, есть. Из интернетов ваших вопросы будут сегодня. Ааа. Да, у нас есть такие правила. Если ты сматеришься. Так. А это очень вероятно, между прочим. Вот мы на казушку едим вот такую вот огненную тварь. Я бы так сказал. Да, чили. И вот такая корейская перцовый соус. Они, короче, блин, они противные. Я даже, когда я его держу, мне уже это, изжога начинается. Поэтому на нашей кухне не матеряться. Но если ты захочешь его попробовать, можешь раз, моткнулся там. Как бы, нас обычно так это и делают, гости. Мы когда анонсируем вот эти вот соусы, у них потом всю передачу они стоят и думают, блин, какого же он вкуса, а какого же он вкуса. И в итоге они приходят. Ааа. Давай. А он острый. Понялся. А он просто острый. То есть желательно сегодня не материться. Ну, я в принципе не матерюсь. Скажем так, все равно обязывает и профессии, и мировоззрение. В том плане, что мы люди культурные. А зря. Да нет. Конечно, это очень хорошо. Как переводится арбуз с тюркского? Твой любимый язык. Баранья дыня, ослиный огурец, козлиная ягода. Козлиная тыква. Блин, почему-то две козлины. Козлиная морда задает вопрос. Так, еще раз давай. Баранья дыня, ослиный огурец, козлиная ягода или козлиная тыква. Смотри. Тут уже тоже, ты же не рассказал, в чем прикол. Если ты сейчас угадываешь, то он ест вот эту фигню. Как ты лучше угадай. А, ну я так думаю, что скорее всего козлиная ягода. А я думаю, что козлиная тыква. А вот и неправильно. Кушайте оба. Это переводится ослиный огурец. Не знаю почему. Где интернет? Блин, мне кажется, он вред, короче, все это придумывает сам. Вопрос был очень хороший. Он просто несколько выпусков подряд, короче, втухал вот в этой теме. И тут такой, так, надо быть хитрее. Так, может быть, Иван уже стал фанатом этих прекрасных приказов? Вот видишь половину флакончиков вот этих? Это все его рта делала. Ничего себе. Он все сожрал. Три, четыре. Это что-то нереальное. Что это такое? Надо срочно запить. Надо срочно запить. Водичкой. Цедру покрошили. Смотри, какая красота. Посмотри. Ммм. Забрасываем туда. Это же самый сыр-сиртаки, да? Да. Легендарный сыр. Начинаем его надавливать, крошить. Вообще, если он у вас чуть-чуть постоит в холодильнике, еда будет такой подмороженный, то его можно прямо нарезать кубиком, как вы делаете на греческий салат. Сейчас мы его просто вот так наломаем и рвем. Проверка на яды, проверка на яды. Нам достаточно будет вот этого количества. Буквально 100 грамм сыра. Самое интересное, это жарить арбуз. Это я вообще уже в предвкушении нахожусь. Как это будет просто выглядеть? Я сам в шоке. Это у нас и разделочная доска. Это у нас и блюдо для презентации. Если она подойдет, то, в принципе, она такая мягенькая. Да что это? Мини-артёрная. Игрушечная, да? Да, это вот так вот, да. Дальше самое безумие. Запомните все этот момент, как арбуз просто будет жариться сейчас на мангале. Это просто что-то новое. Другие скажут, это что-то невероятное. Паш, а можешь слабать песню «Девчонки порубили не меня»? Ну да. Я как раз в репертуаре моего металлического позиции. Ваня, ты откуда узнал про эту песню, если не секрет? Увидел у тебя на страничке. Логично. Ну да, я выкладывал, конечно, ролик. Буквально там был припев куплет. Давайте сейчас пару куплетов исполню. Давай. Окей. Я также хочу передать всем привет. Передать привет от своего инструмента. Мы ждем ваших приглашений. Так сказать, всегда на связи. Ну и, конечно же, обещанная песня. Девчонки полюбили не меня, а его. Погнали. Ну что ж, вперед. Девчонки полюбили не меня, девчонки полюбили робоча. А вот робоча дудка гореча, и я понимаю, что я пролетаю. Девчонки полюбили не меня, девчонки полюбили повара. А у повара очень вкусная еда. И я понимаю, что я отдыхаю. А у повара очень вкусная еда. И я понимаю, что я отдыхаю. Девчонки полюбили не меня, девчонки полюбили гармониста. А у гармониста песня льется чисто. И я понимаю, что я не пролетаю. А у гармониста песня льется чисто. Раз, два, три, четыре, и я понимаю, что я не пролетаю. Аплодисменты. Такая шуточная песня. Даже сочинили сейчас про повара, прямо на ходу. Этого еще никто не пел, это было впервые. Надо было спеть, а у повара вилка горячая. Так, все, арбузик наш уже притомился. Притомился. Ну да, мы можем нарезать его на салат. Горячий арбуз. Назовем этот салат горячая бахча. Я предлагаю нарезать это вот так кубиком. Красота какая. Как будто рыба, семга. Так вот, да? Кусочки маленькие. Визуально. Да, да, да. Сейчас все в экранах сидят такие. Да блин, это что за? Такие. Арбуз, трава. И вот как раз наблюдая этот же самый замечательный лимон, с которым мы с ним уже работали. Которого ты унизил. Раздел. Но с благими целями. Да. Чуть-чуть. Ну, буквально треть лимона мы заправим в этот салат. Он станет точнее, ярче. Лимон подчеркивает еще все вкусы. Ну да, кстати, незаменимый продукт на самом деле. Это, наверное, самый такой универсальный фрукт, да, который используется в любом маринаде, он вообще, это наше все. Добавим чуть-чуть соли. У нас соль ароматная. Да, прям прекрасный такой аромат. Морской какой, да? Да, да. Чуть-чуть присолим. Потому что сыр уже соленый. Чуть-чуть перца черного, чуть-чуть красного перца. Это уже я вот только придумал. Мне кажется, он будет ярко. Подчеркиваю, как бы всю текстуру этого салата. Как и с визуальностью, так и вкусовой. Да. Масло. Ну, вообще, я зачастую использую оливковое, опять же, масло. Потому что оно более приятное, ароматное. Ну, как бы я не вижу в этом такой прям необходимости, да. Потому что, в принципе, масло здесь нужно для связки всех этих вкусов. Понятно. Поэтому мы просто... Это связующий звенок. Да. С оливковым будет определенно вкуснее. Но здесь, как бы и так, у нас достаточно такие необычные ароматы. Да, необычные вкусы. Артём, а вопрос. А вот эти, которые уже приходили к этим штукам термоядерным, они тоже будут добавляться или нет? Нет. Нет. Если вы будете подавать такой салат на стол, ну, если вы хотите, чтобы это красиво выглядело, то лучше сыр в последнюю очередь положить сверху. Мы же сделали вот такую вот мишанинку. Так вкуснее наверняка. Пойдёмте в Дом культуры и отдыха. Беседы, Дом беседы, культуры и отдыха. Поговорим культурно. Отдохнём с нашим летним необычным жареным салатом. Погнали? Погнали. По салату. Погнали. 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 Так, друзья, приготовили мы летний жареный салат. Напомним, из чего он делается. Сыр фета. Главный ингредиент арбуз, конечно же. Сыр фета. Руккола. Да. Ну, все ртаки, да. Это одинаковый сыр. Жареный арбуз. Жареный арбуз. Необходимо на гриле обжарить с двух сторон до того, как появятся вот эти полосочки. Затем мы добавляем рукколу, добавляем цедру лимона, добавляем сам лимон треть. И солим, перчим и размешиваем. Ну, масло немножко для связи все эти вкусы. Теперь нам надо попробовать вот это доброе. Это уже самое интересное, так сказать. Я ни разу, честно говоря, не пробовал. Это первый раз я делаю такой салат. Мне кажется, он невероятно вкусный. Но, если что-то пойдет не так, ребята, пожалуйста, туалет платный 100 рублей. Деньги в кассу. Шутка? Давайте. Прямо аппетита. Отведаем. Вкус очень необычный. Как правило, такие вкусы не с первого раза доходят, но потом, когда ты его вспоминаешь по памяти его, вкусовая память человека есть, и ты хочешь еще сделать такой же вкус. Да, вкус очень запоминающий, такой вкус необычный. И, на самом деле, я не побудусь слова, я впервые ем такой салат. Арбуз он немножечко дает, смягчает, да, вот этот вкус острый. И он сластит, подслащивает. Это как пицца с ананасами. Да. Ну и рукола, она всегда вкусная. Вот так вот, друзья наши, подписывайтесь на канал, посещайте концерты Акбойс, и будьте в курсе последних и музыкальных, и кулинарных событий. Спасибо, Павел. Парни, вам спасибо. Мы обязательно снимем у тебя еще один выпуск. Хорошо? Конечно, обязательно. Прекрасно. На самом деле, пока мы стояли, нам много идей пришло, да, о том совместных, что у вас можно снять, какие блюда и как это все вкусно преподнести. Нет в беру. Спасибо. traffic.